Ну, ты красивая, эффектная девушка. Конечно, я бы с тобой встречался. А что, я тебе тоже нравлюсь? Так значит, это правда всё, Жора? Ты совсем не беспокоишься о том, что я пропала? Маша, а ты что здесь делаешь? Тебя же бодиты украли. Ой, Маша, ты там долго? Давай быстрее выходи. Вика, ты что, тоже в туалет хочешь? Да нет же, Маша, пошли скорее, а то Жора сейчас сюда придёт. Я же всё это надоела, может быть, правду расскажет. Нет, Маша, ещё не время, ты хочешь убедиться, что он тебя и выдает, а он о тебе даже ещё ни разу не вспомнил. Мамочки, мамочки, что же делать? Жора сейчас сюда зайдёт. Надо как-то его за дверями задержать, а ещё впередиться нужно. Эй, ниндзя, открой дверь, я знаю, что ты здесь. Открой сейчас же, а то эту дверь сломаю. Подожди, Жора, не открывай дверь, здесь ниндзи, они взяли меня в заложники. Мария, ты что, тоже там? С тобой всё в порядке? Да, ты главное дверь не открывать, я сама во всём разберусь. Хорошо, только я не понимаю, почему тебе помощь моя не нужна. Что же делать, что же делать? Надо скорее переодеваться. Так, ну всё, кажется, переоделась. Вроде бы всё как и было. Так, это лучше спрятать. Где-то была сковородка, я точно помню. Вот же, как хорошо, что я случайно захватила сковородку на кухне. Надеюсь, Жора не будет сильно шокирован, когда это увидит. Главное, своё платье не измазать. И на что только не пойдёшь. Ради того, чтобы всё правдоподобно выглядело. Ну вот. Надо кетчуп спрятать. Надо же окошко ещё открыть. Так, полежи пока здесь. Нинси же должен был в окно вылезти, после того, как я его сковородкой по голове ударила. Всё, всё, отлично. Мария, что у тебя там происходит? Я ломаю замок. Я ломаю дверь. Мария, что здесь происходит? А что это у тебя в руке? Как что? Сковородка очень прочная оказалась. Думаю, бандиты уже не вернутся. Ничего себе, Мария. Это ты ему что, так мазала по голове, что ли? А он хоть живой? Ну, был живой, когда через окошко перелазил. А потом, я не знаю, всё-таки с третьего этажа прыгал. Они что, в самом деле в окно выпрыгнули? Похоже, за окном никого нет. Вот эти нинзи живучие. Скорее бы, Влад приехал. А то мне как-то здесь жутко становится. Ой, в самом деле, скоро же Влад вернётся. Я пойду тогда сковородку помою, а то вдруг он ещё захочет что-нибудь поджарить себе. Ничего себе, девчонки какие боевые оказались. Хорошо, что мне не пришлось сражаться с этими нинзями. Не полезу я больше под кровать. Надоело мне всё это. Я и так знаю, что Жора меня любит. Да он даже ни разу не вспомнил про тебя. Влад и то больше запереживал, когда ему сказали, что тебя бандиты украли. Ты всё придумываешь. Я тебе не верю. Не веришь? Я тебе докажу, что он легко променяет тебя на любую другую девушку. И как ты это докажешь? Залазь под кровать. Я сейчас Жору приведу, ты сама услышишь, как он захочет со мной встречаться. Но зачем тебе это нужно? Мне просто жаль тебя, глупышка. Ты так веришь, Жори, но ты для него совсем ничего не значишь. Почему Влад так долго не возвращается? Оставил меня одного и уехал. Сейчас позвоню ему и скажу, чтобы он быстрее возвращался. Сколько можно-то, а? Жора звонит мне каждые пять минут. Ну что, Жора, опять? Влад, давай быстрее возвращайся, а то вдруг бандит вернулся. Да я не могу Жора вернуться, пока Машу не найду. Ты же не хочешь в полицию обращаться, правильно? Нет, только не в полицию. Я вообще не люблю с полицией связываться. А то они вдруг подумают, что это мы ещё Машу похитили. Ну вот, поэтому, Жора, я ищу Машу сам. А что ты так испугался, я не понимаю. Струсил, что ли? Или тебя пугают эти бандиты? Нет, ты что, я не боюсь. Мне просто скучно стало одному. Давай быстрее возвращайся. Нет, я не боюсь. Нет, 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 я не боюсь. Я не боюсь. Пусть эти бандиты только вернутся. Вот я им покажу. Они меня больше не застанут врасплох. Жора, ты здесь? Вика, ты меня напугала. Ты зачем так резко заходишь? Да мне просто страшно одной в комнате сидеть. Решила тебя позвать. А ты думаешь, мне не страшно? Влад уехал, а я тут остался дом охранять и вас ещё смотри. Вообще, ты такой сильный и смелый парень, как ты, не должен ничего бояться. Но я тебя понимаю. Так страшно сидеть одному в такой огромной комнате. Да, я такой. Я сильный и смелый. Мне вообще страшно. Только чуть-чуть. А пойдём лучше в маленькую комнату. Там нам будет вдвоём вообще не страшно. В самом деле? Ты так считаешь? Конечно. Пошли. Сам убедишься. О, вот это уже интересно. Пока никого нету, я лучше на кровати посижу, чем на этом твёрдом полу. Маша, давай быстрее прячься под кровать. Сейчас Жора сюда придёт. Я уверена, что Жора переживает за меня. Он просто виду не подаёт, потому что он настоящий мужчина. Давай уже залази скорее. Ты права была, Вика. Здесь совсем не страшно. Да, хорошо, что Влада дома нет. А то он бы не разрешил нам в его комнате сидеть. Да, но только меня не покидает ощущение, как будто с тобой мы здесь не одни. Нет же, мы здесь совершенно одни. Все бандиты уже давно ушли. И ты мне можешь рассказать всё, что угодно. Ну и что мне тебе рассказать? Ну, расскажи мне по секрету, что я тебе нравлюсь. Я никому не расскажу. Ты бы стала бы со мной встречаться? Ну, ты красивая, очень эффектная девушка. Конечно, я с тобой бы встречался. А что, я тебе тоже нравлюсь? Ну, конечно, Жора. Мне очень нравятся такие богатые парни, как ты. Так значит, это правда всё, Жора? Жора, ты совсем не беспокоишься о том, что я пропала? Маша, а ты что здесь делаешь? Тебя же бандиты украли. Нет, меня никто не украл. Я специально спряталась под кроватью, чтобы посмотреть, как ты будешь обо мне беспокоиться. А я беспокоился, я очень сильно переживал. Мне просто очень стало страшно из этих бандитов. Я их же на самом деле видел. Или вы бандитов тоже подстроили? Нет, нет, бандиты были по-настоящему. Просто они Машу не украли. Она просто вовремя успела спрятаться под кровать. Я и сама не знала, что она тут была всё это время. Вот дела, ну ты Маша даёшь. Надо Владу позвонить, чтобы он домой возвращался. А то он всё ищет тебя. Ты что, с ума сошла? Ты что нас всех подставляешь? Ты хочешь, чтобы после такого розыгрыша нас всех из дома выгнали? А ты зачем к моему Георгию пристаёшь? Ты же знаешь, что мы почти уже с ним пара. Почти? Не считается. Я просто хотела тебе глаза открыть. Ты что, не рада, что ты всё правда узнала? Никакая это не правда. Ты спровоцировала Жору. Любой бы парень на его месте поступил бы так же. Ты просто наивная глупышка. Неужели ты до сих пор не поняла, что я ему гораздо больше нравлюсь? Ты просто воспользовалась ситуацией, чтобы у меня парня отбить. Но только я тоже просто так не сдамся. Ну надо же, какая она упрямая оказалась. Ну ничего, Жора всё равно со мной останется. Ну Маша, от неё я такого не ожидал. Я думал, она наивная девушка. А она решила проверку мне устроить. Теперь ещё и оправдываться придётся. Надо Владу позвонить. Сказать, чтобы он домой возвращался. Снова Жора звонит. Переживает, наверное, нашёл я Машу или нет. Алё, Жор. Ну у меня пока всё без изменений. А у вас как дела? Зато у нас всё сильно поменялось. Оказывается, Машу никто не похищал. Она всё время под ковалью была. В самом деле, так это же просто отличные новости. Я сейчас возвращаюсь уже скоро домой. Всё, ждите меня. Ну наконец-то это закончилось. Хорошо, что ничего плохого не произошло. И никто не пострадал. Только интересно, для чего Маша всё это сделала. Субтитры сделал DimaTorzok